приветствую вас друзья сегодня целых девять мифов про подшипники уверяю вас что мы не только их развеем ну и вы узнаете много интересного про те самые подшипники качения а именно их монтаж эксплуатацию и обслуживание и так миф номер один при установке подшипника по нему можно наносить удары молотком никогда не носите удар непосредственно по подшипнику элементы качения сепаратор кольца хоть и имеют твердую поверхность но при ударе могут быть легко повреждены удар молотком может оставить вмятины на кольцах или деформировать тела качения и сепаратор что может вызвать шум при работе и значительно сократить срок службы подшипника если же установка затруднена то проверьте посадочную поверхность вала или корпуса куда монтируется подшипник обратите внимание назову сердце грязь или коррозию по возможности используйте пресс и специальные приспособления прикладывайте нагрузку равномерно на всю поверхность внутреннего кольца подшипника при посадке его на вал чтобы не повредить дорожки качения и элементы качения если поступили по подшипнику не избежать то используйте специальные оправки из более мягких материалов они нужны для исключения прямого контакта ударного инструмента и подшипника миф номер 2 после монтажа необходимо со всей силой затянуть винты фиксирующие крышку подшипника винты должны быть затянуты строго до рекомендуемого производителем крутящего момента при затягивание винтов подшипник может смещаться чрезмерная затяжка может привести к трещине или поломки колец подшипника используйте правило 50 на 100 для затягивания пары винтов затяните первый винт до половины рекомендуемого крутящего момента следующий винт до полного крутящего момента затем вернитесь к первому винту и затяните его на полные крутящий момент при затягивании более двух винтов необходимо придерживаться схемы затяжки указанной производителем но бывает так что она попросту отсутствует если таковой нет то затягивает надо равномерно крест накрест но в самом начале применяем 50 процентов усилия и так мы переходим к мифу номер три при эксплуатации подшипник не должен быть горячим и вовсе нагреваться нормальная рабочая температура подшипника может варьироваться от 25 до 65 градусов по цельсию большинство современных подшипников рассчитаны на диппиазон температур от минус 30 до 100 градусов но могут также поставляться подшипники со специальной со маской уплотнениями и стабилизации температуры которая позволит им работать при высоких и низких температурах подшипники обычно нагревается при запуске или после набивания их шприцевой смазкой потому что избыточная смазка увеличивает сопротивление и трение в подшипнике когда элементы качения выталкивают избыточную смазку через уплотнение температура подшипника вновь возвращается к нормальным значениям миф номер 4 чем больше подшипник тем лучше и самое главное дольше он работает это тоже заблуждение не имеющие практической пользы если нагрузка на такие подшипники будет ниже минимальных требований установленных производителем то элементы качения будут проскальзывать по дорожке качения то есть место трения качения будет иметь место трения скольжения это может привести к чрезмерному износу повышенным температурам и потери смазки своих физико-химических свойств и как результат к выходу вашего подшипника из строя миф номер пять герметичные и смазанные подшипники будут работать практически вечно хотелось бы верить в этот мир но все же действительно от смазки подшипника зависит очень много но со временем он тоже теряет свои свойства под воздействием температуры загрязнения скорости работы подшипника равномерности и силы нагрузки срок службы смазки и самого подшипника может быть увеличен но естественно не до бесконечности благодаря улучшенным уплотнением правильной установки правильному выбору смазки но не зря же говорят что самый лучший подшипник это правильно смазанный подшипник миф номер шесть повторная смазка нужно не чаще чем раз в год узлы с высокой скоростью температуры или сильным загрязнением иногда требуют частой повторной смазки подшипников бывает что это происходит даже ежедневно но это не это совсем сложных условиях работы в стандартных условиях средне нагруженный низко скоростной шариковый подшипник в чистой среде может отлично отработать без повторной смазки от двух до пяти лет требуется такая смазка когда старая разлагается и теряет свои свойства так если подшипник работает на высоких температурах происходит окисление смазки в результате чего смазочные свойства масла просто исчезают и смазка перестает работать и выполнять свой функционал повторная смазка подшипника позволяет исправить это положение миф номер 7 всегда шприцуйте до тех пор пока смазка не полезет из уплотнения избыточная смазка может увеличить работающую рабочую температуру подшипника и даже создать необходимое избыточное давление которое приведет к деформации уплотнительных колец однако если речь идет про низкоскоростные опоры полное заполнение подшипника смазкой может иметь положительный эффект миф номер восемь если подшипник шумит просто добавьте смазку если подшипник создает шум вибрацию то вероятно он имеет какое-то внутреннее повреждение это со временем может привести к аварии добавление смазки может обеспечить временное незначительное улучшение но при первой возможности следует немедленно заменить такой подшипник дабы избежать поломки всего вашего узла миф номер девять любая смазка подойдет как бы она ни была и какая бы какие бы свойства не имела смазки очень сильно отличаются друг от друга многие из них несовместимы даже друг с другом из-за использования различных загустителей когда две несовместимые смазки смешиваются то получившаяся смесь может загустеть затвердеть или стать излишней текучей и также вытечь из подшипника что приведет к него неминуемому разрушению а мне на этом все друзья если понравилось ставьте лайки делитесь с друзьями и ждите новых видео всем добра пока пока